Сегодня забирайте 10 главных советов, которые улучшат ваш рычаг локтя. Погнали! Не зацикливайся на конкретных захватах Нищие идеальных захватов. Существует много конфигураций захватов, которые мы используем в отработке рычага локтя. И ясное дело, все они правильные и классные. Но если сосредоточиться на поиске учебных конфигураций, это может оказаться слишком очевидным для соперника и не лучшим решением для каждого конкретного случая. Вместо того, чтобы искать правильные захваты, стоит сосредоточиться на главной задаче, которая заключается в том, чтобы прижимать локоть соперника к своей груди. Здесь, например, я вообще не беру руку соперника, чтобы настроить рычаг локтя. Практически до тех пор, пока его рука не будет полностью заблокирована. И вдобавок, посмотрите, что я делаю второй рукой. Ей я как могу мешаю ему взять защитные захваты. В следующих примерах я тоже не устанавливаю классические захваты, которые обычно отрабатываются на тренировках. Но все работает, потому что я держу атакуемую руку локтем близко к своей груди. Ноги можно крестить. В джиу-джитсу существует миф о том, что нельзя скрещивать ноги при выполнении рычага локтя. Но это не совсем правда. Были ребята, которые на чемпионатах мира ломали руки соперникам, скрещивая ноги всегда. И были те, кто ломали руки, никогда не скрещивая ноги. Но порой скрещивание ног может быть действительно плохой идеей. Например, при атаке рычагом из гарда снизу. При скрещенных ногах на вас легко накатить и защититься от вашего сабмишина. И сложнее накатить, когда ноги не скрещены. Но если вы уже встряли, скрещенные ноги могут помочь какое-то время прижимать соперника к себе и контролировать его осанку, пока вы пытаетесь вложить соперника на спину или разорвать его руки в защите. При атаке рычагом из топ-позиции, скрещивание или не скрещивание ног будет зависеть от каждой конкретной ситуации. Я считаю, что не стоит сильно на этом заморачиваться. Есть много разных способов расположить ноги в рычаге локтя. Гораздо важнее, чтобы они выполняли свою главную функцию. Контроль плечевого пояса оппонента. Контролируй запястье. Для того, чтобы выполнить армбар, вам нужно контролировать оба конца рычага. И никак иначе. Я не говорю, что контроль одного конца важнее контроля второго конца, но лично я больше сосредотачиваюсь на контроле запястья. Я проводил множество рычагов локтя под разными странными углами, где я не мог стандартно контролировать плечо соперника. Вместо этого я уделял приоритетное внимание запястью. То, что вам точно нужно, так это контролировать запястье, чтобы избежать его поворота, убедившись, что большой палец смотрит в направлении против излома. И да, вам совсем не обязательно заставлять противника поднимать большой палец вверх. Это выглядело бы, ну, немножко странно. Контролируйте плечи и бедра. Еще одна банальная истина, которую инструкторы толдычат своим ученикам. Говорят, что обязательно перекинуть ногу через голову соперника, прежде чем упал на рычаг локтя. И я сам так много раз говорил, но не стоит понимать все буквально. Факт в том, что ваша нога над головой соперника должна удерживать его плечи прижатыми к ковру и не дать ему накатить на вас сверху. Но вы можете контролировать бедра, схватив ногу соперника, что также будет контролировать угол разворота его плеч. Я часто хватаю ногу и падаю на рычаг, и лишь потом перебрасываю ногу через голову соперника. Иногда так реально быстрее. Но если я борюсь с кем-то, кто сильнее или здоровее меня, я для уверенности и ногу перебрасываю, и ногу прихватываю. Так контроль становится увереннее, и шансы оппонента оказаться сверху меня сводятся к минимуму. Не допускайте защитных захватов. Защитный захват это когда атакуемая рука хватается за что-либо, одежду или за другую руку, чтобы предотвратить разгибание руки на рычаге. Частенько этого нельзя избежать, и это бесит, поскольку путь к сабмишну становится длиннее на 1-2 шага. Разрывать защитные замки сложнее, чем избежать их заранее. Это может выглядеть по-разному. К примеру, вы можете использовать свои ноги, чтобы не дать рукам соперника соединиться. Или можно прикрыть пальцы, чтобы не дать руке за что-то схватиться. Просто помните о том, что руки соперника могут за что-то зацепиться, чтобы осложнить вам задачу. Просто мониторьте эту ситуацию и по возможности избегайте защитных захватов во избежании лишних сложностей. Но вы также должны иметь план на случай, если защитные захваты все же допустили. И об этом мы тоже поговорим. Но прежде передадим привет партнерам этого выпуска, GeoSale, чья экипировка помогает регулярно тренироваться, выступать на соревнованиях и в этом движи черпать вдохновение на творчество. GeoSale. БЖЖ экипировка по доступным ценам. Пришел, померил и забрал. Во всех соцсетях ищи GeoSale. На всякий случай ссылка в описании. Пропусти свою руку через петлю защитного захвата. Это совет для рычагов сверху. Чтобы вы понимали, рычаг сверху выглядит вот так. А вот это рычаг снизу. Конечно, этот совет иногда работает и для обоих положений. Но сейчас я говорю о верхней позиции, когда у твоего противника есть защитный замок. Я часто вижу, как новички хватаются двумя руками, чтобы разорвать защитный замок на рычаге. Но это не лучшая затея, которая при этом позволяет сопернику выскользнуть из болевого. Я всегда буду просовывать одну руку внутрь, прижимая руку соперника к своей груди для лучшего контроля и для лучшего разрыва. И да, я часто использую две руки, но ни в коем случае не таким вот образом. Атакуй запястье. Запястье – это конец рычага. И когда ты тянешь запястье, все законы механики работают на твою победу. Часто это будет выглядеть так, будто ты сосредоточен на своем локтевом сгибе вокруг запястья соперника или своих руках вокруг его запястья. Новички часто тянут за локоть. Это, конечно, может сработать, но нужно быть неистово сильным. Еще одна важная деталь. Чем плотнее ты прижмешь запястье соперника к своей груди, тем больше сможешь использовать силу своей спины и гравитации, а не только силу своих рук. Разбирай защитные замки как головоломки. Чаще всего я использую стандартный набор своих любимых способов разрыва на рычаге локтя. Им я и учу своих учеников, так как их эффективность мной проверена. Но сначала я хочу увидеть, что именно мне придется разрывать. Я пытаюсь разгадать захваты соперника, будто разгадываю головоломку. И я ищу и нахожу способы, как расположить свои руки по отношению к захватам соперника, чтобы максимально ослабить защитную конфигурацию. Нужно максимально использовать свой мозг для решения головоломки, а не силу мышц, чтобы ее разломать. Почисти путь к рычагу. Для выполнения рычага сверху вам нужно переместить свои колени с бедер на плечи соперника. И это не всегда просто. Умный противник будет стремиться закрыть этот путь и заблокировать ваше движение к плечам. Тебе нужно убрать руки соперника со своего пути, чтобы совершить свой решающий переход к плечевому поясу. В позиции сверху это может быть андерхук, двойной андерхук, или даже накидывание ложного удушающего, чтобы побудить вашего противника самому расчистить для вас это пространство. Запястье под мышкой. Размещая на рычаге локтя запястье соперника под мышкой, ты увеличиваешь мощь своего рычага. Потому что запястье будет ниже твоей груди в сравнении со стандартным захватом за предплечье, где запястье соперника лежит на твоей груди. И если ваш соперник не постучал от обычного рычага, возможно стоит засунуть его руку себе под мышку. Если вы когда-нибудь реально пытались сломать кому-то руку, вы почувствовали, сколько для этого на самом деле требуются силы. В моем первом бою по ММА я рвал руку изо всех сил, я даже услышал несколько щелчков. Соперник, конечно, постучал, но прежде долго держался. И я знаю, что если бы его запястье было у меня под мышкой, то это привело бы к катастрофической травме при таком же количестве приложенной силы. Ясен пень, что не нужно ломать руки своим друзьям на тренировках, но в ММА или в схватках на высоком уровне придется работать на полную мощь. И вы можете узнать в разы больше принципов, концепции и увеличить скорость развития вашего джиу-джитсу в десятки раз, изучив мощнейший видеокурс «Теория джиу-джитсу». Он доступен в разделе «Товары» в сообществе BGG Freaks ВКонтакте.